Привет, меня зовут Николай Бахур и вы на канале Объективно о Польше. Сегодня у нас интересное интервью со мной на скайпе Руслан. Привет, Руслан, как дела? Привет всем, все отлично. Руслан блогер, ютубер и также у него есть свой канал. Как свой канал называется? Руслан Полов. Сколько у тебя подписчиков, какая большая, маленькая аудитория? У меня 2600 подписчиков и в основном меня смотрят люди за 30 лет. В основном такая аудитория. Руслан Полов. Дай угадай, из-за того, что ты в Польше? Ну да, потому что я рассказываю о своей жизни в Польше, все, что относится к Польше. Ну и, конечно же, рассказываю о Украине, о нашей культуре и традиции. Когда ты приехал в Польшу и откуда? Я приехал из Харькова и это было 4 года назад. Я приехал работать, но на данный момент я и учусь. Перед тем, как ты приехал в Польшу, кем ты был? Скажи о вот этом моменте жизни перед Польшей и после. Сложный вопрос, потому что на самом деле много чего изменилось. Во-первых, изменился я, меня изменили люди в Польше, и взгляды, они абсолютно отличаются от взглядов наших людей. И они не навязывают, например, свои какие-то жизненные взгляды, а показывают тебе что-то, и ты можешь это акцептировать, либо нет. И на самом деле мне нравится то, что у меня абсолютно нет комплексов, я от них избавился, по той причине, что люди тебя здесь принимают таким, какой ты есть. Они очень открытые, отзывчивые. Я уже рассказывал на своем канале, что я не знал языка. Я выучил здесь польский язык, и мне было очень сложно, потому что язык польский очень-очень сложный, особенно для людей, у которых нет, например, талантов к языкам. У меня, например, такого таланта нет, и самое классное, что люди мне помогали, когда я делал ошибки, когда говорил неправильно какие-то фразы. Они с удовольствием мне подсказывали, подсказывали, какие книги нужно прочитать или посмотреть, сайты, и, конечно же, много со мной разговаривали. Ну, круто, Руслан, очень классно. То есть, с самого начала ты почувствовал какой-то позитивный такой фидбэк со стороны поляков, правильно? Да, я почувствовал огромную поддержку. Конечно же, было сложно, да, находить работу без языка, жилье, но меня спасло то, что на самом деле, да, меня очень сильно поддерживали люди, и у меня не было желания вернуться обратно. В Польше ты уже находишься 4 года, правильно? Да. И когда ты приехал, что тебя в первую очередь удивило? В Польше, может, не знаю, архитектура, дороги или ещё что-то интересное? На самом деле, когда приезжаешь в новую страну, тебя всё удивляет, и особенно если ты вообще не был за границей, а я за границей никогда не был нигде. И, конечно же, было видно вообще разницу, да, между Польшей и Украиной. Ты просто переезжаешь через границу, немножко проезжаешь, и просто видишь идеальные дороги, идеальные поля, всё чистое, всё красивое. Эти экологические ветраки, которые, например, в Украине у нас очень мало, а тут просто на каждом поле люди заботятся, во-первых, о экологии, и они практично всё делают. Мосты для зверей, это вообще для меня был взрыв мозга, потому что в Украине у нас точно такого чего-то нет, и я просто первое время не понимал, что это за странные мосты, в которых нет просто входа. А это оказывается для зверей, для того, чтобы они безопасно пересекали дорогу. То есть, когда едешь по вот этой магистрали и вокруг лес, то зверям нет возможности обычно переходить через эту трассу, через эту дорогу, а поляки построили поверх магистрали специальные мосты для перехода с одной части леса в другую часть леса. Да, да, именно. Просто с одной стороны это элементарно, то есть подумаешь, почему, например, у нас такого нет, но с другой стороны это очень круто на самом деле, что люди думают, заботятся, во-первых, о зверях и о экологии. Я это заметил. Точно так же, как и тут сепарация мусора за этим следят и так далее. И чисто, люди не мусорят, как у нас, да, у нас грязные леса иногда, над дорогами грязно. А здесь достаточно чисто, да, не скажу, что тут идеально, нет мест, где, не знаю, не есть грязно, но в целом Польша следит за чистотой. Руслан, я не хочу так же, чтобы наши подписчики думали, что мы тут снимаем видео, чтобы там хвалить Польшу и так далее. Я думаю, как бы мы это говорим от всего, от чистого сердца, мы это видим, правильно, не то, что мы как бы что-то придумали и там сговорились, там, или я тебе заплатил денег, чтобы ты сказал что-то позитивное на Польшу. Суть в том, что о минусах мы еще, конечно, поговорим. И те, кто нас смотрит сейчас, обязательно дождитесь до конца этого видео, потому что там мы будем говорить о минусах, о том, что нам не нравится, о том, с какими проблемами мы стыкаемся, как мигранты, с какими, возможно, ситуациями. И Руслан встретился в своей жизни, потому что я смотрел, ты так же об этом на своем канале говорил, правильно? Что есть, были какие-то ситуации, которые, что тебе не нравится в Польше. Да, ну, конечно же, как и в каждой стране есть свои недостатки. Окей, Рус, тогда мы поговорим об этом немножко позже. А мне интересно еще, вот перед тем, как ты приехал в Польшу, кем ты был, что ты делал, чем ты занимался, ты учился где-то, и, ну, и все-таки почему ты решил уехать в Польшу? В принципе, перед выездом в Польшу у меня, можно сказать, все было нормально. Я работал, я работал механиком швейного оборудования. Я учился в университете ХПИ по специальности интегрированной технологии в химической промышленности. Я снимал квартиру, у меня было, как бы, можно сказать, достаточно денег для Украины, но в какой-то момент, можно сказать, пошла черная полоса. У меня, не знаю, начались конфликты с родственниками, с родными, с мамой. У меня там оборвались личные отношения, и я начал тоже ссориться на работе, потому что я хотел немного больше зарплаты, но начальник просто сказал, что нет. Ну, и я уволился, и, как бы, основной точкой для меня было, как бы, последней, то, что мне не заплатили зарплату за то, что я уволился. И вот здесь тоже такой момент, что, например, в Польше чего-то такого нет, потому что ты работаешь на умовах операции, умовы заоценения. А у тебя тогда не было какого-то договора? Нет, ну, потому что это ни для кого не секрет, у нас многие люди работают в Украине нелегально, потому что... Ну, Руслан, я с тобой согласен, и я-то тоже проходил, это просто ужас, когда ты, знаешь, ну, честно, вот признаюсь, сейчас я никогда, как бы, так не афишировал, но я после учёбы, я хотел поступить в университет, но не получилось. И здесь поступил, в Европе, но суть в том, что я пошёл на повара учиться, и после того, как я закончил, там, это училище, да, я пошёл работать, и я этому директору говорю, я хочу официально работать. Он говорит, даёт мне два варианта, или ты зарплату вот такую маленькую получаешь, но работаешь официально, а та зарплата вообще даже мне квартиру не покроет, или там, как бы, без официальных каких-то документов, вот, я тебе даю такую зарплату. И что мне делать, да, мне там лет, не знаю, 20 или сколько было, не помню, и, ну, и молодой парень не знает, что делать, и в конечном итоге пришла какая-то налоговая, меня ещё штрафовали за что-то, ну, ещё в суд подали, ну, короче, такие вот, это... Ну, вот, говорю это с такой болью немножко, немножко с тем, что я пережил, и, возможно, ты это вот тоже пережил, эту ситуацию, и что ты потом сделал? Ну, я же, у меня такая же аналогичная ситуация, что мне доставили выбор, либо я плачу налог, либо не плачу, и, конечно же, разница в зарплате была огромная. Ну, что я сделал конкретно с этой ситуацией, когда не заплатили зарплату? Нет, что ты сделал дальше? Понятно, что ты там уже перестал работать. Ничего не сделал. Что я сделал дальше? Ну, у меня уехала перед этим подруга год назад на работу в Польшу, она мне много раз предлагала, но я не хотел. То есть у меня была учёба, у меня была работа, у меня было всё как бы нормально, поэтому я не хотел ехать, но в какой-то момент просто подумал, почему бы не попробовать, потому что я хотел изменить обстановку, начать жизнь с чистого листа, мне как бы, у меня не было цели. Не было что терять? Во-первых, да, а во-вторых, да, это точно, ничего было терять, а во-вторых, я не поехал на заработки, я не поехал, не знаю, непонятно зачем, я поехал, чтобы начать новую жизнь, попробовать себя в другой стране, как бы проверить себя, смогу ли я или нет. И, конечно же, как и все, мне было сложно, там, не знаю, первое время, но всё-таки я рад, что принял такое решение. Четыре года назад ты тогда решил купить билеты, открыть визу, и так я остался в Польше, я так понимаю, до конца. Да, я езжу в Украину только раз в год, чтобы проверить бабушку, маму, а так, чтобы оставаться там надольше, то такого не было. Ты помнишь свой первый день в Польше, вот как ты приехал? Что это было? Помнишь, может, погоду, я не знаю, атмосферу людей, лица, или что это за город был вообще? Да, я помню свой первый день в Польше. Ну, как, я говорю, поначалу, когда я приехал вот в саму Польшу, пересёк границу, я очень восхищался. Но когда я проезжал мимо городов, мимо Варшавы, мимо Лодзи, я приехал в Лодзь, это был первый город, который я посетил. Мне казалось, что я приехал в свой Харьков, потому что, во-первых, такие серые здания были некоторые, потому что Лодзь только строился. Ну, не знаю, мне это очень напоминало Харьков. Я бы не сказал, что Украина чем-то отличается от Польши, прям как-то архитектурой, или, не знаю, там, супер какими-то дорогами. Для меня этот город Лодзь оказался родным, то есть я почувствовал себя как дома. Я приехал, встал с автобуса и приехал на такой старый дворжец. Я приехал на стацию Колыёву, и меня встретил очень странный памятник. Он был посвящён швейным челнокам, и я вообще не понял, что это такое. Он выглядел на самом деле очень странно. И ко мне сразу же подбежал бомж, который начал просить деньги на пиво. И я так, что на пиво? Ну, обычно у нас люди просят деньги на хлеб, не знаю. Ну, типа, обманывают. Дайте на хлеб, на ребёнка, там. А тут такие честные поляки, дайте вот на водку, на пиво, дайте отдохнуть. Я был в шоке на самом деле. А я, я ж на польском не говорю, я говорю, я не понимаю на польском. А он на русском начал, типа. А он уже научил. Да. То есть это было очень забавно. Ну, и, конечно же, в первый день у меня просто был восторг от трамваев, от средств передвижения. Конечно же, меня восхитила архитектура, потому что я тщательнее разглядел в центре города старые рынки. Это практически в каждом городе, да, есть старый свой рынок. И меня очень восхитила архитектура, потому что она похожа вот на львовскую, но не на украинскую сто процентов. Что ещё? Галерии, не знаю. Сами улички такие очень милые, такие необычные. Ну, то есть для нас это всё кажется насколько красивым, насколько невероятным, что ты всегда в восторге, когда приезжаешь в первый день. С чего началась твоя жизнь в Польше? Вот твоя первая работа, твои первые шаги. Мои первые шаги очень начались достаточно сложно, потому что я работал на двух работах, так уж вышло. Мне предложили первую работу с утра и до обеда волонтёром в хостеле, а вторая работа я работал ночью на мясе. То есть у меня было время поспать после ночной работы три часа, поубирался в хостеле, потом опять поспал три часа и опять на работу. И так где-то продолжалось два месяца, пока просто у меня не пропали силы. То есть я уже не мог ничего делать и мне пришлось уволиться с мяса, о чём я не жалею на самом деле. Теперь я знаю даже, как выглядит продукция этого мяса, с чего его делают. И я на самом деле... Ты знаешь, что уже не нужно покупать? На самом деле да, да, я был в шоке. Я не знал, не знал на самом деле, сколько химии туда добавляют. И сейчас на самом деле это очень достаточно опасно, наверное, для здоровья, мне кажется. И после этого я даже перестал есть мясо какое-то время, год где-то я его не ел. Сейчас я ем, но очень-очень мало. Сколько ты зарабатывал на первой работе, твоей самой первой? И это уже было официально, я так понимаю. То есть это первая твоя официальная работа вообще в жизни? Да, это была моя первая официальная работа в жизни, на которую меня кинули. То есть зарплата была очень... Даже в Польше? Да, даже в Польше, потому что наши бывают, открывают агенцию и дурят же свои. Ага. А, то есть ты через агенцию устроился, через своих, так сказать, и... Да, да. И мне предлагали, боже, очень мало, но я обрадовался этой сумме. 6 злотых в час, я помню, мне платили, за ночную смену. Но сейчас я знаю, что за ночную смену и за надгодины платят как бы дополнительно. Ну и после этого мне высчитали за то, что я уволился раньше. Должны 70% от часовой оплаты вроде так выше платить. Я на самом деле уже не работал после этого на ночных, но знаю, что они хорошо оплачиваются. И на мясе это как бы тоже достаточно много платят, потому что там вместе со мной работали поляки, и у них была зарплата, может, даже в 2-3 раза больше на самом деле. Ну и когда я уволился и попросили зарплату, мне сказали, что из-за того, что я уволился раньше, у меня отбирают там какой-то процент зарплаты. И я не возражал, потому что я не знал на самом деле, так это в Польше или нет. Ну и взял свои, по-моему, не помню сколько злотых, 1200, не помню точно. Ну там такой момент, Руслан, есть, к сожалению, тоже много украинцев, которые приезжают, они не понимают, что также есть договор как со стороны работодателя, так и со стороны работника. То есть работодатель, подписывая там договор, есть такая информация о как бы чаще выповедения, то есть времени, когда ты можешь уйти с работы. То есть это дается месяц, там 2 недели или по обоюдному согласию. То есть когда работодатель говорит, окей, я согласен, чтобы ты уж сейчас ушел, как я вот недавно уволился. То есть по сути у меня была умова операции, я там проработал 5 лет, но я уволился, потому что я хочу открывать свою фирму. И мне, ну и попросил работодателя, чтобы именно сейчас он этим днем поставил, что я уволен, потому что это для меня важно. Но в других ситуациях люди должны ждать по месяцу, отрабатывая, а за это время работодатель ищет другого работника. Ну может в твоей ситуации было так, что тоже слышал, что очень много на таких фирмах посреднических, многие украинцы, которые приезжают, они даже не информируют о том, что они не придут на работу, понимаешь, да? То есть они просто уходят, там припустим зарплату получили, да, и все, на следующий день их нету, а этому работодателю как бы, ну он же, или посреднику тоже, как бы он ответственен перед своим, так сказать, работодателем. Ну, так или иначе, ты чего-то, может, не знал, но суть в том, что тоже они эту, как бы, часть зарплаты забрали у тебя. Ну это было у моего слицения, они реально меня нахлопали. Ну вообще я советую обращаться в проверенные фирмы и большие фирмы, и читать, конечно же, отзывы, потому что я ничего не читал, пошел в первую попавшуюся фирму, и это моя ошибка на самом деле. Ты после этого работал уже от прямого работодателя или все время через посредников? Нет, после этого я в этом хостеле познакомился с одним парнем, который очень хвалился, супер работой, супер легкой, хорошо оплачиваемой, и я спросил у него, не требуются ли работники. И на тот момент не требовались, но спустя две недели он мне позвонил и сказал, что у меня разговор квалифортина – это собеседование. Так как польского я не знал, как бы я очень волновался, но директор этой фирмы оказался очень понимающий, он взял меня без языка, без опыта работы, на работу на машинах. Эта машина называется «Ночинарка», не как будет на русском. Я резал… Друзья-поляки, пожалуйста, напишите в комментариях, как это будет на русском. Я сейчас объясню, что это за машина. Есть пластины, электропластины, которые, например, в телевизорах, ноутбуках, и эта машина просто их резала. То есть там полностью надо было программировать эту машину. Меня все научили. Да, и на самом деле я очень благодарен работодателю, что он согласился меня взять и научил меня на самом деле многому. Чем ты сейчас занимаешься в Польше? Чем зарабатываешь на жизнь? Я сейчас живу в абсолютно другом городе Бытгощ. Работаю я специалистом справ в продаже в склепе интернетовом. Это специалист по продажам в интернет-магазине. Я учусь в полициальной школе на технико-администрации. Ну и у меня есть хобби – это YouTube. Те условия работы, которые у тебя есть сейчас, тебе нравятся? Или ты все-таки хотел бы иметь лучшую зарплату? Я не знаю, может, умова у прации у тебя или умова злицения? Ты дома этим занимаешься онлайн, если продажи через онлайн? Конечно же, как и каждый человек, я всегда хотел бы иметь большую зарплату. Но на данный момент я доволен, потому что, да, у меня умова о прации. У меня хорошая зарплата, как даже для поляка. Что еще? У меня работа не сдальная. То есть я хожу на склад, мы занимаемся высылкой продукции. То есть мы временами пишем, переписываемся с клиентками, если какие-то проблемы, иногда высылаем пачки, иногда у нас есть проблемы с высылкой, тоже мы должны это решить. То есть все, что касается заказа в интернет-магазине, мы должны все эти проблемы решать. Если не секрет, какая у тебя зарплата? У меня 3500. Как ты нашел эту работу? По объявлениям в OLX, и это, кстати, первая работа, куда я выслал CV, куда я написал CV. То есть до этого, когда в школе нам рассказывают, как писать CV, я к этому относился несерьезно. То есть мне всегда казалось, что... А тут пригодилось. Да, мне казалось, что CV это нужно куда-то отправлять, не знаю, на супер должностях, там, директоров или офисных работников. То есть я никогда не думал, что мне придется писать даже на элементарные работы. Здесь нужно писать CV. Даже если ты хочешь быть складовщиком, ты должен выслать CV. Полезная информация для тех, кто нас смотрит, даже из Украины и, возможно, Белоруссии. И хотели бы приехать в Польшу. И это важная информация, полезная, потому что именно вот так выглядит поиск работы. В Польше вы можете также найти объявление, позвонить по номеру, но вот как Руслан говорит, это хороший способ выслать свое резюме, так сказать, CV по-другому и предоставить информацию о себе работодателю. Поэтому это очень классно. И ты говоришь, это было первое резюме, которое ты выслал, да? То есть первое и последнее? Ну, я думаю, не последнее, но да, это одно из первых резюменов. Ну, в смысле, во время поиска. То есть ты выслал, и тебе перезвонили, и ты больше не искал дальше? Нет, нет, конечно же, я высылал очень большое количество резюме, потому что, ну, скажем так, не каждый поляк может не в состоянии затруднить украинца, то есть взять на работу украинца, потому что это достаточно сложно, потому что в Польше огромная бюрократия. То есть чтобы работодатель тебя взял, ему придется как-то постараться. А с поляками ему этого делать не надо. Как ты относишься к полякам? Достаточно хорошо, у меня очень много друзей поляков, действительно друзей. У меня в Украине не было сколько друзей, сколько здесь. И я достаточно хорошо отношусь. У тебя, когда ты приехал, как ты говорил ранее, было огромное количество людей, поляков, которые тебя поддерживали, вспирали, так сказать, помогали в адаптации. Были какие-то такие вот интересные ситуации, которыми ты можешь поделиться, позитивные истории, где, не знаю, поляки, не знаю, как-то тебя очень так тебе помогли в чем-то, да, не знаю, может, машину подарили. Не, шучу, конечно. Есть такая история, не с машиной, конечно же, но очень-очень хорошая, да, история. Мне надо было ездить на работу, и я боялся ездить автобусами, потому что я не разбирался вообще, я не понимал, на какую остановку мне садиться. И я ходил поначалу пешком, потом мне кто-то из знакомых дал велосипед, чтобы я ездил, и получается, я постоянно ездил велосипедом. И у меня был день рождения, и все с хостела скинулись, и купили мне на день рождения велосипед. Я очень радовался, был нереально доволен, и это было на самом деле очень мило, потому что здесь я в основном передвигаюсь велосипедом. Я очень рад, что тут есть дорожки для велосипедов, чего у нас, например, очень мало в Украине, и это очень жаль. И здесь просто я мега был рад, что у меня есть возможность кататься не только на работу, но и там в парке, в другие какие-то места, поэтому вот эта ситуация самая классная была. Ну, Руслан, я почти угадал. Ну да, это не автор. Ровер. Ну, круто. А скажи, пожалуйста, скинулись там, я так понимаю, в хостеле жители скинулись, или работники твоей, коллеги скинулись, поляки, или также были среди них украинцы, может, белорусы? У меня в хостеле было два начальника, один из Украины, другой из Польши, и один начальник этот с Украины скинулся, а остальные поляки, потому что они работали там по сменам в этом хостеле, кто-то на рецепшене, кто-то там на кухне, и получается, целая экипа, то есть весь коллектив работников, скинулся на этот велосипед. Ну, классно, Руслан, поздравляю. Вообще, ну, я думаю, это классная история, достойно лайка и комментария, а также подписки на наши каналы. Ребята, поэтому, кто еще не подписался на наш канал, подпишитесь. Руслан Полленд и Николай Бахур, объективно, о Польше. Мы будем рады вашим подпискам, потому что это огромнейшая поддержка нашей работы, то, что мы делаем, чем занимаемся. Да, на каком-то этапе это наше хобби, но мы просто хотим, чтобы вас, слушателей, и зрителей было больше, поэтому лайки, комментарии, подписочки будем очень благодарны. У меня, Руслан, такая же похожая история была, кстати, насчет велосипеда. Я когда тоже приехал, я еще пошел... Ну, так же я вот поступил учиться в университет, и, возможно, в твоем интервью на польском языке я расскажу более подробно об этом, но суть в том, что мне так же поляки подарили велосипед, и после... И да, я тоже ездил на учебу, ездил на работу, это просто спасение для меня было. Вот реально, новый велик подарили, у меня в Украине там такого не было, и, ну, честно, просто вот на ровном месте я реально был в шоке, и я, знаешь, после пяти лет я не мог это оставить просто так, что вот мне дали, ну, подарили велосипед, ну, кто-то его мне отдал, и я уже когда как-то адаптировался в Польше, знаешь, я, ну, хотел вернуть этот велосипед, а почему хотел вернуть? Потому что когда он мне дарил, этот поляк, я ему говорю, слушай, я когда куплю машину, типа, я тебе его отдам, этот велик, и я как-то привязался к этим словам, я же сказал так, знаешь, и после пяти лет я его этот велик принес, да, он не был в таком же идеальном состоянии, да, но суть в том, что я постарался сдержать свое слово, я говорю, вот, спасибо тебе, это спасение было для меня с этим велосипедом, он говорит, Миколай там не вымышляй, там, проше, застав, ну, и тоже так не мог оставить эту ситуацию, ну, и там дал немножко денег, я так потом как бы узнал, что он даже эти деньги не взял, а кому-то, какому-то другому украинцу, который как раз тогда с семьей приехал, вроде, или отдал, или, ну, вот такая вот ситуация у меня была тоже, похожая. Но я свой велик тоже передарил, тоже другому парню из Украины, потому что я себе купил потом новый, а тот отдал, ну, мне кажется, что это правильно, на самом деле, если человек нуждается, почему бы и нет? Это достойно подписки, комментарии, лайк. Какое отношение поляков к тебе? То есть мы поговорили о том, как ты относишься к полякам, ты уже сказал о позитивных моментах, но все же, все ли так идеально? Вот все ли поляки относятся хорошо к тебе, идеально, ну, и вообще, как бы вопрос, да, как они к тебе относятся, кроме того, что дарят велосипеды? Но в целом я, у меня не было поначалу каких-то плохих ситуаций, или я не встречал каких-то плохих людей, но в целом скажу, что поляки к нам относятся и хорошо, и плохо. И это нужно понимать, никто тут никого не будет ждать с распростертыми объятиями, это точно. Поляки очень вымогаенцы, требовательны. Они очень уважают, когда ты учишь их язык, когда ты разговариваешь на польском языке, когда ты стараешься, хороший работник. Но если, например, ты не уважаешь их культуру, традицию, ты не учишь их язык и говоришь, что тебе польский язык не нужен, а Польша тебе не нравится, конечно же, они будут относиться к тебе негативно. Плюс еще к этому влияет история, мне кажется, это каждый об этом знает, и у каждого, наверное, с Украины в Польше спрашивали о Бендеже, о Волыне и так далее. И тоже иногда есть тема о любови. Но на самом деле таких людей мало, но они есть. Я говорю, таких людей очень мало, не стоит обращать на это внимание. В основном поляки отзывчивые и добрые, если ты тоже стараешься как-то от себя что-то дать. Какие негативные ситуации произошли с тобой в Польше? Были ситуации, но это, не знаю, у меня такое исключение, я тоже разговариваю с украинцами, у них очень редко какие-то ситуации происходят такие негативные, но у меня, к сожалению, произошло несколько ситуаций, которые очень меня огорчили. Когда я пришел в больницу, и, например, мне встретился врач, который не хотел меня принимать из-за того, что я из Украины. То есть это было неприятно, потому что я был больной, мне нужно были лекарства, а человек просто не хочет оказать мне помощь, несмотря на то, что я легально затруднен, я плачу налоги, я работаю. У тебя была страховка? Да, у меня абсолютно все было, все документы на руках я ему принес, но вот он сказал категорически, что нет, он не хочет меня принимать, потому что из Украины. И я его четко понял, я хотел написать даже какое-то заявление, скаргу, но на самом деле я был болен, и мне нужен был другой врач, и я поехал в другую больницу. Поэтому я опустил этот вопрос, но на самом деле, мне кажется, это очень странно, мне кажется, такого не должно вообще быть, особенно в бедыции, когда человек... Когда клятву Гиппократа дает, то для них это, вот тоже я, к сожалению, это увидел, это ничего не значит, то есть для них значит время и закрытие работы своей, то есть очередь, никакие там... То есть нет такого желания, как открыться этому человеку, помочь больному. Ну, то есть человек сознательно шел на такую профессию, он должен был понимать, что это служба, в первую очередь, людям, то есть ты спасаешь чью-то жизнь, но человек заточен, как будто в некоторых ситуациях, конкретно под деньги, и там, если ты приватно ему там ничего там не дашь, то там 100 злотых 150 не заплатишь, то и не примет тебя даже. Поэтому, к сожалению, да, такие ситуации есть. Но это ты говоришь не о взятках, а о частных клиниках. Да, о частных, просто там типа, что ты на NFZ пришел, типа там, на NFZ я тебя зарегистрирую через полгода, а тут на частное, да, вот есть место свободное. Ну, это реально бюрокрация, и... Ну, это выбор каждого, каждого человека, совесть мучает его или нет, но люди, мне кажется, уже так привыкли на таких условиях, как бы жить и работать, что, ну, этого вообще не чувствуют. Польша – это твой дом, или ты все-таки планируешь вернуться обратно в Украину? Я тоже снимал на эту тему фильмы. Да, я считаю, что Польша – мой дом, по той причине, что у меня тут абсолютно все. У меня здесь уже свои люди, у меня здесь свое жилье, мои вещи, то есть у меня ничего не осталось на Украине, но я всегда говорю, что я очень люблю свою страну, и это не означает, что я как-то, не знаю, не люблю свою страну, не уважаю ее и так далее, не уважаю ее традиции, культуру. Я всегда говорю, что я не знаю, или вернусь когда-нибудь, но у меня пока в планах возвращаться в Украину нет. То есть, другими словами, ты не чувствуешь себя здесь чужим? Это тоже очень интересный вопрос, потому что в каких-то моментах, когда, например, у меня есть какой-то хейт на канале, или в таких ситуациях, вот как я сказал, с врачом, или тоже я рассказывал ситуацию, когда меня побили на остановке, и я когда... Но ты об этом не говорил. Да, я не рассказал эту историю, что я просто стоял на остановке, слушал музыку, ждал автобус, и подошло два каких-то парня, и... Поляки? Да, поляки, да. Один из них меня ударил по голове, просто ни с чего. У меня просто вывалился телефон, наушники, и мы с ним начали драться, потому что мне кажется, что никто не вправе тебя просто так ударить. И, конечно же, когда мы с ним дрались, я кричал, чтобы вызвали полицию, кто-нибудь, потому что там еще на остановке стояли люди. И самое удивительное, что половина из них просто убежали, не дождавшись автобуса, а половина просто стояли и смотрели. И когда закончилась драка, в итоге мне разбили нос, там еще что-то было. Я как бы подошел к мужчине, который стал на остановке, говорю, почему ты не вызывал полицию, когда я кричал? И он ничего мне не ответил, он был в таком ступоре, и мне пришлось тогда звонить на полицию, вызывать врачей. Но тоже, когда приехала и полиция врачи, было видно, что вот им все равно на самом деле. Так в итоге никого не нашли, хотя там камера была на перекрестке, были свидетели, но, увы. А что за город? Это в Бытгоще, да, недавно? В часов 11, в 10, не помню. Ну, это не так уж поздно. А где это было? Если вдруг кто-то, может, видел и смотря это видео, может, узнает такую ситуацию. Рондо Грунбальским возле Ашана. Вот в такие моменты, вот когда ты зовешь на помощь и говоришь, чтобы кто-то вызвал полицию, и никто не вызывает, никто не помогает тебе, такие моменты, вот ты чувствуешь себя чужим. Поэтому... Что ты никому не нужен, да? Что никто не вступится, ну, в такой ситуации за тебя. А я не знаю, в чем это связано с тем, что, не знаю, я действительно украинец, или просто у них вот такое отношение вообще ко всем, ну, то есть... Ну, они же, ну, как бы сразу не могли знать, что ты из Украины, или когда ты уже начал говорить, ну, там, или кричать на помощь, понятно, было слышно по твоему акценту, что ты точно не поляк. Ну, не, он просто тот мужчина, с которым я дрался, он еще говорит, то ты еще из Украины, просто я даже не понял, он ударил меня из-за того, что я разговаривал на украинском, или просто ударил, потому что ему хотелось кого-то ударить. То есть... А потом он уже знал, когда мы с ним дрались, что я еще из Украины. И, наверное, это подлило масло в огонь. В общем, странная ситуация, была неприятная достаточно. Ну, одна... Одна сторона о том, что как бы этот человек подошел и как-то протянул, там, повысил на тебя руку, там, ударил, а другая ситуация, что эти люди просто стояли, ничего не делали, и без реакции, так же и имеют в этом свою вину, как бездействие. Ну, конечно, да, это бездействие, то есть их никто не просил влезать, разнимать, да. Я кричал четко, вызовите полицию, все. Ну, то есть я понимаю, что в Польше, если какие-то конфликтные ситуации, если тебе там мешают соседи или еще что-то, у них такая, как бы, культура. Позвонить в полицию, полиция уже разбирается. Ну, то есть в тот момент никто не позвонил, и, как говорю, в такие моменты ты чувствуешь себя чужаком. И у меня было такое чувство, наверное, после этой ситуации, недели две, три, то есть я тебя был в каком-то таком странном состоянии. А если бы я был вот у себя дома на Украине, кто-то бы позвонил, вот у меня был такой вопрос. На самом... неприятной ситуации, да, в моей жизни. Ну, надеюсь, что таких ситуаций будет... не будет вообще. Желаю. Польские привычки, которые ты заберешь с собой в Украину, если даже поедешь на несколько месяцев. Я буду заниматься сегрегацией, даже несмотря на то, что у нас этого нет. Я просто к этому уже привык, что у тебя четыре пакета, и ты отдельно пластика, отдельно бумагу, отдельно там, смешаны, там, листья, еще и так далее. Я к этому привык, и мне кажется, что нужно заботиться о экологии, потому что это вредит и нам, и природе. Что еще? Это даже не привычка. Я привык, что в воскресенье не работают магазины. Уже начали работать, кстати, для меня это тоже непривычно. Но когда я приезжаю на Украину, я готовлю себя к тому, что в воскресенье магазины не работают. А на самом деле они работают. Это не привычка, но... А может, это привычка, да, чтобы я в воскресенье не пошел бы в магазин. Стереотипы, которые ты знаешь о поляках и о Польше? Первый стереотип, который я ненавижу и не особо понимаю людей, которые говорят, что польский такой самый... Боже, что украин... Нет, что польский, он такой же самый, как и украинский. Это неправда. Это вводит людей в заблуждение, и я тоже наслушался этого, и языка вообще не учил. В чем моя ошибка, на самом деле. А можно было элементарно открыть YouTube и просто послушать этот язык. У нас многие так говорят, каждая бабушка говорит, что... А это ж польский, он такой же, как украинский. Нет, это неправда. Это абсолютно другой язык. Следующий... Поэтому, друзья, не слушайте бабушек, учите польский язык. Очень важно. Да, следующий стереотип то, что здесь у украинцев только сложная работа и грязная работа. Это тоже неправда. Как говорится, кто на что учился, но даже какая-то элементарная работа, работа на заводе, это не грязная работа, потому что поляки следят за стерильностью, чистотой, чтобы все, у каждого был свой шкафчик, чистая одежда. У некоторых кормят на работе, поэтому это неправда. Меня мама пугала, что я капусту буду резать, хотя тут капусту уже сто лет никто не режет на полях. Поэтому это тоже такой стереотип, который пугает людей на самом деле. Мне рассказывали такую историю, все тоже, то есть меня перед выездом в Польшу пугали только стереотипами. Какие-то истории, что знакомый выехал, и он похудел, потому что мало зарабатывал. Я не представляю, как в Польше можно похудеть. Можно поправиться, но похудеть на 100% нет. Здесь люди, у всех минимальная зарплата, то есть меньше тебе не заплатят. Конечно же, если ты нелегально работаешь, то могут тебя кинуть, но здесь есть определенная минимальная зарплата, которую ты будешь получать на 100%, и она, конечно же, обычно устраивает людей из Украины, из России, из других стран. По поводу стереотипов, то есть такая фото жаба, не знаю, может ты видел, такой стоит пушистый кот, и такой с мордой такой здоровой, вставлюсь где-то сейчас на экранчик, и возвращается другой украинец с Польши с такой торбой, сеточкой, и тот жирненький кот спрашивает его, бро, ты что, с Польши, типа там? Ну, такое, знаешь, смешно, конечно, было, а тот такой облезлый, весь худой, приехал как будто с Польши, знаешь, типа заробку, но на самом деле как бы все наоборот, как будто, кажется, но может и не так. Но у меня все знакомые, даже я, поправились, причем так значительно. Твое первое впечатление об Украине, когда ты вернулся из Польши, в Украину? О, тоже очень много раз говорил, я испытываю, мне хватает одного дня, да, в Украине, чтобы мне захотелось обратно. Просто после одного дня у меня наступает какая-то депрессия, по той причине, что уже какое-то все такое чужое и сама атмосфера. Вот ты смотришь на людей, они все грустные, абсолютно все в метро, в маршрутках, на улице и они угрюмые. И иногда даже злые. Да, они злые, то есть я привык, что тут в Польше, например, приходишь в магазин, тебе сказали, день добрый, с тобой как-то мило общаются в магазинах, в транспорте, ну, в транспорте не особо, но в целом тут милый персонал. А в Украине, конечно, нам могут нахамить, могут как-то фыркнуть, даже вот я приехал, да, вот после Польши, пошел в магазин и женщина говорит, мне нужно 50 копеек. Я искал 50 копеек, говорю, нет, у меня есть 25. А она с такой претензией, такая, я не просила 25, я просила 50. И я такой, что? Я для нее мелочь искала, а она как бы еще нахамила. То есть, по сути, не должен был искать, правильно? Не, ну, конечно же, как бы я, как сказать, не должен. Я бы хотел сделать как лучше, а... А получилось как всегда. Семья тоже, когда приезжаю, моя семья, и думаю, большинство так, они жалуются постоянно, жалуются на зарплаты, жалуются, что они не путешествуют, потому что в Польше я начал очень много путешествовать, я в Украине так никогда не путешествовал, как в Польше, что у них плохие условия жизни, да, что у них там не хватает денег там на стиральную машинку, там, холодильник, на такие бытовые вещи. И это на самом деле грустно со стороны, потому что я знаю, что здесь, в Польше, не задумываются об этом. Они не задумываются о материальном, потому что им, в принципе, на все хватает. и меня больше угнетает и убивает атмосфера, которая вот среди нашего населения, и, конечно же, обстановка в моей семье, потому что я в первую очередь еду, чтобы побыть с родственниками. Ну, а о реалиях Украины я не буду говорить, там маршрутки и так далее, убиты. Брак слов. Ну, конечно. Все это знают, на самом деле. Эти дороги развалины. Это уже просто перемололи в мясорубке миллион раз. То есть, которые живут в Украине, они свыклись с этим. Они свыклись с этой реальностью, с этой ситуацией. Для них нет другого варианта выбора, сравнения. То есть, Польша загнивающая, так сказать, для кого-то становится из-за пропаганды, возможно, как и загнивающая Америка для кого-то. И на самом деле это очень грустно, что люди живут в своем мире каком-то закрытом. И тех людей, которые пытаются изменить что-то, увидеть мир, путешествовать, там они могут назвать дезертирами или предателями или еще как-то. И это одно из таких худших тоже качеств, которые есть в людях, да, то, с чего ты начинал с самого начала, что никто тебя не пытается переубедить в чем-то, поменять или как-то тебя ограничить в твоем понимании этого мира, да, или сказать, что вот так ты должен делать, а не вот так ты должен говорить, а не вот так ты должен говорить. И этого в Польше нету. И люди сюда приезжают, и они чувствуют себя свободными, они чувствуют себя счастливыми. и если надо как-то измениться в лучшую сторону, то они это меняются в эту сторону из-за того, что они хотят, они видят пример, а не из-за того, что кто-то им говорит, как делать. Но еще хотел сказать про Украину. Я, в принципе, из Харькова, и Харьков постоянно развивается. Вот я смотрю, там очень много колоссальных построек, там очень красивые парки, но беда в том, что когда ты выезжаешь за черту города, там все как было, так и осталось. То есть, как я был там четыре года назад, там так и все осталось. Десять лет назад то же самое было. То есть, да, допустим, столица, центры, да, улучшаются. Но условия для простых людей, они вообще не меняются. Для жителей сел, поселков, деревень, то все остается на том же самом уровне. За границей города, не центр, а, например, за городом, все равно те же условия. Ничего не делается, потому что действительно это нужно очень много денег, очень много усилий. И, конечно же, надо прекращать коррупцию в страну, потому что... Это надо очень много денег не воровать. Конечно, а это сложно. в Украине, к сожалению. На что сказывается просто все... вся жизненная, так сказать, ситуация людей, и повышаются оплаты за медиа, так сказать, оплаты за газ, за свет, за воду, за пропитание. Продукты идут вверх ценами. Такой интересный вопрос я нашел на твоем канале, на который ты уже отвечал, только на польском. Что ты обычно высылаешь в Украину по почте из Польши? Мне кажется, что я высылаю полу-Польши в Украину, потому что, на самом деле, ко мне приезжала мама два года назад в Польшу, и, во-первых, она восхищалась ценами, ну и, конечно же, качеством, не только одежды, но и, например, химии, там, не знаю, какие-то шампуни, капсул для стиралки, не знаю, там, медикаментами тоже, тут некоторые медикаменты стоят дешевле, например, как магний-Б6, который я тоже часто высылаю в Украине, например, к примеру, у нас он стоит 400 гривен, здесь можно купить даже его за 10 злотых, то есть 70 гривен, за 5 даже я встречал, то есть 35 гривен, то есть это колоссальная разница. Ну, сладкое высылаю, химию бытовую высылаю, какую-то косметику тоже мама заказывает, одежду обязательно, потому что здесь, во-первых, дешевле, ну и соответственно цена-качество, то есть и недорого, и нормальное качество. Но ты у мамы хороший сын. Ну, стараюсь быть, стараюсь. Ну, передай маме привет. А, мам, тебе привет. Я надеюсь, она будет смотреть наше интервью. Ну, конечно, да, моя мама смотрит и мой канал, она благодаря этому выучила польский язык, хотя перед этим нет. Мой брат тоже посмотрит мой канал, чтобы он хочет приехать, и я обещал в этом ему помочь. За что ты любишь Польшу? бом-бом-бом-бом-бом? Боже. Я люблю Польшу, можно сказать, за все, но больше всего за... за что я люблю Польшу? За то, что здесь у меня появилось много возможностей, то есть развивать себя в первую очередь, потому что в украине у меня не было такой возможности я уже говорил я здесь путешествую я здесь учусь здесь работаю у меня на все есть время у меня есть свой youtube канал я не устал от этого всего например если я это все дело в украине на сто процентов устал имя не хватало бы средств сил времени мне нравится что здесь тоже в польше можно отдохнуть то есть здесь так что ты работаешь вот и ты вправе отдыхать я научился отдыхать это очень важно да потому что тогда у тебя если много работаешь у тебя нет сил у тебя нет желания вообще жить то что у нас распространено в нашей стране да почему люди несчастные они не отдыхают практически они очень много работы у них даже негде отдохнуть даже в своем городе здесь много парков куда можно пойти здесь обустроенный галерия очень много на самом деле я это заметил что здесь например больше всяких магазинов парков маленьких с изерами здесь можно взять арендовать велосипед поехать отдохнуть машину даже можно взять благодаря приложению то есть мне кажется я люблю эту страну за свободу ты чувствуешь себя здесь на самом деле свободным неокутанным какими-то цепями работы еще чем-то у тебя на все есть время хорошо руслан очень много сладишь очень много сладкого надо переходить к следующему важному вопросу то что многие наверное ждали какие минусы в польше и поляках то есть ты можешь рассказать только честно признаемся здесь youtube youtube все верифицирует так сказать и наши зрители все все четко как бы чувствуют видят понимают поэтому какие минусы есть в польше и в самих как бы поляках по отношению к тем же иммигрантам к нам украинцами и другим или на работах например или еще в других ситуациях чтобы ты хотел исправить например да ну в первую очередь это наша легализация в польше то есть здесь страшная бюрократия что на самом деле она сделана не в нашу полюсу это все сделано с такими затяжками ты долго ждешь например на карты побыту ты должен доносить очень много документов с тебя постоянно спрашивает и сколько ты ждешь на карту побыта ли ты уже получил на свою первую карту побыту я ждал полтора года это очень много это очень много на вторую карту я ждал где-то полгода но я знаю что сейчас это этот процесс устроил ускорили но все же это доставляет дискомфорт и многие люди я знаю многие люди очень переживают по поводу этого ну конечно это очень сложно когда занимаются документами то же самое мне не нравится то что когда ты увольняешься с работы ты должен поменять эту карту заплатить за нее 500 злотых и у тебя есть ровно месяц чтобы найти работу мне кажется это но это как рабство другими словами я бы назвал это рабством где ты я один раз это несправедливо да ну как бы ты привязан тупо как раб из-за своей карты побыта ты привязан к этому работодателю он на припустим тебя дискриминирует ну как бы он тебя обзывает он тебя унижает и ты по сути как бы должен смиряться склоняться на коленях ходить и руки целовать ему потому что ну по-другому тебя просто депортируют это вообще это ужасно это условия не людские так нельзя поступать в европе в европейском союзе двадцать первом веке а по поводу карты побыта я тебе так скажу на маргинессе что моя мама ждала и ждет до сих пор полтора года и сегодня я звонил в ужин после четырех позвонил хотя ужин во врославе работает там до пол третьего пол третьего но я думаю было не было звонил там ждал наверно полтора часа на инфолинии но все же дозвонился и мой пап ну и как бы и узнал информацию том что как бы мой моей мамы инспектор украинка уехала куда-то на вакации на вакейшн на урлоп и непонятно короче ну она инспектор украинка и и и типа в польше нету типа знаешь а только она отвечает за эту ситуацию и мне типа говорят ну пишите потом по наглению пиши при спешении так далее ну конечно же что что не остается делать буду как бы заниматься делом мамы потому что она тоже ну это столько компликаций то столько проблем были сегодня мы в мальдунку чтобы ее замальдовать да за зарегистрировать по месту жительства и нам говорят так нету карты побыта да нету пинь печенки я говорю про шипание говорю вот есть карта побыта часа вега она сейчас кончила но ведлук право говорю по закону она обновляется в системе по этому праву по этому закону вы должны ее замальдовать да хотя бы на 30 дней ну и короче она там постоянно в эти дискуссии входить портить себе настроение нервы делать знаешь это здоровью здоровье портится ну очень очень сложно люди просто в такой уже ну под таким давлением из этих карт побыт это сто процентов и тоже позвонил по этому номеру на и мне пришла смс к я подался уже давно на карту резидента и как бы уже где-то около двух месяцев жду на пластик на сам пластик что который должен в течение вообще недели-двух делается то я уже там жду долго и мне короче прикинь где-то позавчера или вчера при при присылает sms в в таком в таком в таком плане сейчас если ты увидишь не знаю но наверно перевернута ну короче присылают от воланы и за взгляду на праца сервисовая отбюр карты побыту есть можливы от дня 30 30 черца 2021 року в годинах таких таких и непонятно от воланы и за взгляду кто от воланы зад в каком праце 2 який сервисов отбюр карты побыты и то есть ну и короче непонятное сообщение знаешь я такой думаю может компьютер сбился что-то хотел мне правильно написать но что-то не получилось не фартанула я дозвонился говорю что случилось пришла к это непонятно эсэмэска шо мне делать да прошу пана пана карта есть готова прошу отбирать вензии поэтому завтра еду получать эту карту резидента в конце концов ну спасибо кстати как получить карту резидента европейского союза снял у себя на канале инструкцию так что если будешь пробовать получать зайди посмотри резидента подаваться еще одна проблема не знаю для видео нужно или нет что если ты хочешь открыть свою фирму то ты не можешь сделать карту карту от работы так когда у тебя нет еще резидента ты можешь открыть сполку но если ты открываешь сполку ты не можешь сделать карту побыту то есть это сделано для того чтобы украинцы меньше открывали фирмы то есть им не нужно чтобы мы открывали фирмы чтобы мы у нас что-то было свое им нужно, чтобы мы работали там на заводиках, поэтому эти системы у нас ограничивают. Ну конечно, дарят, в тиски наставят. У Жанда Праце, и я тоже рассказывал про эти проблемы, и она так удивляла, что серьезно это приносит дискомфорт, ну да, как бы. Это, ну, ребенок, не дай бог, там заболеет, да, или там он находится в Украине, или родители там заболеют, надо помочь, во-первых, ты не выйдешь в Украину, правильно, потому что у тебя, ты в ожидании на карту побыта, ну как ты выйдешь, у тебя, тебя просто пропустят туда, но не выпустят обратно, как бы не пропустят в Польшу, если, не дай бог, с ребенком что-то случается в Польше, надо срочно ехать за границу, да, лечиться, у тебя нету карты побыта, у тебя нету, как перекрощить границу, да, пересечь, поэтому, ну, это так ограничивает, это очень сложно, это забирает все силы сидеть и ждать на инфолинии по четыре часа, просто чтобы узнать, как там ситуация, вот такие смс-ки получать и неделю думать вообще, что они имели в виду, это просто шок, конечно же, я думаю, что нам в первую очередь нужно всем иммигрантам объединяться, поэтому на правах рекламы зарекламирую, что мы работаем над проектом Migrant Club, который старается объединить иммигрантов в Польше, лоншимы люди в Польше, поэтому если вам также, те, кто нас смотрит, интересно, подписывайтесь на страницу на Фейсбуке Migrant Club и также есть Instagram Migrant.club, также я создал веб-сайт и в будущем я хотел бы, чтобы это была фундация такая, знаешь, чтобы мы могли те, те вообще вещи, которые мы уже делаем в течение последних пяти лет, это какие-то мероприятия, какие-то импрезы интеграционные с поляками, клуб польского языка бесплатный, который я организовываю с пани-полькой, такой пани-юлантой, вот, мы открыли школу польского языка для иностранцев, поэтому очень много проектов и, конечно же, нужна помощь, поддержка поляков, таких институций каких-то, и так на Маргинессе, то же мы говорим про карты побыта, недавно такой активист в Рославской группе, он тоже там администратор занимается группами в Рославской, и он был на радио, приходил и беседовал с инспекторами, с директорами у Женда по поводу карт побыта, чувствовалось, как он там переживал, но это так и на эмоциональном уровне, просто, понимаешь, сидит перед тобой человек, который как бы ответственный за этот весь беспорядок, так сказать, знаешь, и хочется ему все сказать, все вылить, всю правду, ну и тоже есть аудиотрансляция этой встречи. Хорошо, Руслан, переходим к следующему вопросу, тема побыта, это очень такая болезненная тема для нас, и я думаю, что вообще на эту тему надо будет сделать отдельное видео, вообще поговорить, подискутировать, не знаю, сделать, вот, если, ладно, еще закончу, как бы эту тему болезненную по поводу карт побыта, может, ты слышал, была, был митинг возле Вроцлавского Уженда, и приходило очень много пришло людей, украинцев, белорусов, стояли с плакатами, кто по сколько лет ждет, и многие были 5 лет, 4 года, 3 года, и вот люди стоят просто перед этим Ужендом, и просто тыкают им в глаза том, что не могут ничего сделать с ихним побытом, и не могут ни выехать, не полечиться куда-то, не приехать, и так далее, вот такая вот правда горькая. Серьезно, по 5 лет, это же очень много, это не выехать, реально не семью увидеть, это кошмар. Ну, я тебе честно скажу, вот мой папа ждал 3 года, 3 года, то есть он приехал, подался на основе работы, потом работать он не смог официально, и так как карты побыта нету, нету ответа, как его могут официально затруднить и так далее, и тогда были это огромнейшие сложности, и ему пришлось уехать просто, понимаешь, то есть мы еще что сделали, то есть работы нету, да, и мы подались на карту, то есть заплатили еще раз 500 злотых, и подались на карту побыта от мамы, то есть у мамы уже был побыт, да, от работы, и типа воссоединение с семьей, и он вот этот 3 года он ждал, не дождался, и он вынужден был уехать. Ну, ну, просто это, это очень сложно, это просто непонятно, ужин твой вудский там в долгах, короче, огромнейших, ну, по сути, они должны вот 800 злотых моему папе отдать. Я уже даже не считаю этот моральный ущерб, который они нанесли за это весь период, по закону, по которому люди выигрывают такие дела, это месячная средняя зарплата или минимальная зарплата на обычной работе, который ужин обязан вернуть этому человеку, то есть он физически как бы по закону не мог работать, это нанесло ему моральный ущерб, проблемы какие-то, и ужин подается в суд, берется адвокат, и они вот за этот, например, 3 года ожидания за каждый месяц, там, припустим, по 2000, да, то есть это вот посчитать, сколько они должны вернуть денег. Реально люди, адвокаты, правники выиграют такие дела, и, конечно же, гонорары себе берут за такую проделанную работу. Поэтому вот такая вот ситуация. Тем, кто смотрит нас из Украины, возможно, Белоруссии, ответь на такой вопрос. Стоит ли в 2022 году ехать в Польшу, эмигрировать, переезжать из своей страны? Так, это же не знаю, дорогие граждане. Не, ну, конечно же, конечно же, стоит, стоит попробовать, как бы, вы ничего не потеряете абсолютно. То есть, если вы захотите вернуться обратно, вы в любой момент вернетесь обратно к вашим реалиям, там, где вы работали. А попробовать себя в другой стране, в другой атмосфере, так сказать, это всегда какой-то новый опыт, это интересно. Вы проверите свои силы, свои возможности. Ну, и, конечно же, большинство людей вообще на практике остаются в Польше жить. То есть, они не возвращаются обратно. Обычно кто-то приезжает с такой мыслью, что заработать денег и уехать обратно, но очень много людей осталось на самом деле в Польше. Самый главный вопрос. Польша или Украина? Твой выбор в 2022 году? Ну, конечно же, конечно же, Польша. Я даже могу за 23-й год сказать свой выбор. Польша по той причине, что, как говорю, у меня не было, нет и не было планов вернуться на Украину, но это не значит, что я когда-нибудь туда не вернусь. Ну, то есть, мне хочется попробовать себя здесь, тоже искать себя дальше, может поменять какую-то профессию, да, путешествовать, развиваться, учиться. И, может быть, когда-нибудь я вернусь на Украину, да, куплю свой дом, у меня будет свое хозяйство или еще что-то, но на данный момент я выбираю Польшу. Отлично. Что ты пожелаешь полякам, которые нас смотрят, а также всем остальным зрителям из Украины, Беларуси, возможно, даже из России? Что я пожелаю? Полякам я желаю, чтобы они относились к нам с пониманием. Все-таки мы все братья, да, Россия, Украина, Беларусь. У нас все связывает, мы славяне, поэтому нам не нужно выдумывать какие-то конфликты, нам не нужно ссориться, нам нужно быть всем вместе, помогать друг другу, и тогда на самом деле будет здесь мир и лад, и страны начнут развиваться, если будем помогать друг другу. Как президент какой-то сказал. Хорошо, друзья, спасибо вам большое, спасибо вам большое, что вы были на нашем интервью, спасибо тем, кто смотрел, кто поставил лайк, кто подписался, это, как вы помните, это очень важно для нас, мы хотим с вами быть ближе, знакомиться с вами, общаться, поэтому подпишитесь на канал Rusland Poland, Rusland Poland. В первую очередь я хочу сказать тебе большое спасибо за то, что пригласил меня на свой канал, это на самом деле очень круто, в первый раз у меня такое интервью, на самом деле, очень интересное. По-ютуберски это коллаборация называется, поэтому... Коллаборация, окей, буду знать. Спасибо тебе огромное, подписывайтесь также на канал Николай Багпур объективно о Польше, очень интересный канал, я его иногда смотрю, когда есть свободное время, так что подписывайтесь, ставьте полюшки на ружи и субстрибуйте.